Добрый день дорогие друзья! В сегодняшнем нашем весеннем обзоре сразу две модели разборных мангалов. Эти мангалы белорусского производства. И существует две модели. Одну я уже собрал, она стоит у меня в ногах более дешевая. Такая напоминает грациозную лань. И более дорогая, более массивная модель, которая такая крепенькая, как дикий кабан, уже похожа на него. Сейчас я эту вещь буду собирать вместе с вами и делиться своими впечатлениями, как она у нас вышла, как работает, что производитель нам тут такого предложил новенького. Начинаем сборку. Так, сборка у нас абсолютно не сложная. Собирается очень просто. Две боковые стены специально. Прорези такие. И дно. Мангал собирается практически... Аналогично. Что этот, что этот. Здесь более такой, скажем, широкий, более квадратный просвет. Этот мангальчик более глубокий, но более мелкий, что ли, по периметру. Если оценивать протяжность периметра, то здесь, конечно же, больше, здесь немножко меньше. Самая главная его особенность в том, что металл здесь двоечка. Очень толстый металл. И в отличие от тех мангалов, которые очень часто продаются на заправках, которые, грубо говоря, являются жестью и которые рассчитаны на один раз, эти два мангальчика очень и очень крепкие. Выполнены из толстого металла. Причем точность выполнения на высоте. Я не знаю, что использовал производитель, какой станок. Никаких заусениц, никаких зазубрин. Не за что зацепиться, не за что порезаться. Очень хорошая вещь. Разборная, компактная. Можно возить ее в машине. И, как мне кажется, при такой толщине металла и 50, и 100 циклов шашлычных и этот мангал, и этот мангал выдержат. Но все это голословно. Сейчас, я думаю, мы их вынесем на улицу и попробуем испытать, как они будут на температурные колебания. Как первый нагрев пройдет, все ли сохранится ровненько. Сможем ли мы его после этого разобрать, собрать. А сейчас я поворошу оператора подойти ко мне и посмотреть вместе на то, что здесь происходит внутри мангала. Значит, смотрим. Дно лежит очень плотненько. Шансов просыпаться углям практически никакого нет. Дырочки нарезаны для вентиляции тоже очень хорошо. По 5 штучек по каждой стороне. Причем, как на этом, так и на этом мангале. Здесь, посмотрите, тоже дно из хорошей стали. Толстенькой. Тоже лежит прекрасно. Геометрия изумительная. По нарезке для шампуров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь идут вилочки везде. В-образные прорези. На мелком мангале идут уже прорези такие более глубокие с одной стороны. И V-образные с противоположной. Ну, на этом наш такой мини-обзорчик, который мы планировали сделать в помещении, подходит к концу. Есть еще такие прорези у нас для того, чтобы что-то на какой-то палке тут готовить. Продольные такие прорези. Очень порадовало меня то, что все вот эти вот разрезы, все механизмы сборки, все узлы сделаны ловко и точно. Прекрасная геометрия. Очень обрадовала меня. Реально, даже без всякого притворства. Теперь будем переходить на улицу. Ну, вот, собственно, вынесли мы наш мангал на улицу 30 марта. Год 18-й. Весна в самом разгаре, как видите. Но мы попробуем. Посмотрим, как он ведет себя в боевых условиях. То есть, такие мангальчики, я думаю, что будут у конкурентов гораздо дороже, чем у этого производителя. Мы это уже дело с ним обсуждали. Нам, конечно, за рекламу никто не платит. Но хорошим людям сделать хороший обзор, честный, даже если что-то не так, мы все равно вам об этом сказали. Нет. Кстати, принесли шампурчик, да, стандартного размера, прекрасно ложится на это место. По длине, я имею в виду, длины абсолютно хватает. Ну, сейчас ждем, пока он будет гореть. Чтобы не терять времени, мы по старой белорусской традиции кинули на решеточку пару картофелин. Так как пост положили рыбку. Вот, это, конечно, шутки все. Но по эксплуатации мангал не заставляет никаких проблем. Никуда не ерзает, ничего не шевелится у него. Стоит как влитой. Прекрасная штука, я такой себе хочу. Конечно, вряд ли мне подарят его, несмотря ни на что. Но, изумительная вещь, раскладывается. Кинул в багажник, поехал куда-то. И не жесть, которая продается, не одноразовая, это точно. Но, сейчас мы, конечно, его нагреем, охладим, посмотрим, как оно будет. Ну, а пока что, немножко потеряем время. Так сказать, займемся какими-то полезными вещами во время съемок. Ну, вот, собственно, боевое испытание нашего мангала подошло к концу. Угли прогорели, смотрим, что у нас получается. Он еще едва тепленький, мы дали полностью им прогореть. Разбираем. Спокойненько беру за дно. Оно не деформировалось у нас. Угли углями, я их потом выброшу, не хочу здесь царить. Дно ровненько, и это радует. Понимаете? Потому что любой жестяной мангальчик, любое тонкое железо, оно деформируется сразу. Эти мангалы, они, как правило, одноразовые. Это же, как я говорил уже в начале, и 50, и 100 даже циклов нагревания, охлаждения выдержит. Поэтому можете смело доверять этому производителю. Меня порадовало, что эти мангалы и одна модель, и вторая очень легко разбираются, очень легко собираются. Толщина железа прекрасная, изумительная. Не деформируется даже вот от таких... У меня тут еще угли трещат, ребят. Вот, абсолютно ровненькая, гладенькая поверхность. Прекрасный мангальчик, спасибо производителю за предоставленную, в общем-то, вещь. Надеюсь, мы тоже своим обзором обедни не испортились, старались быть объективными. Если было что-то плохо сделано, мы бы об этом сказали. Делайте свой выбор самостоятельно, а мы же просто доносим до вас то, что мы видим своими глазами. Спасибо за внимание. До свидания.